Накануне губернатор Евгений Куйвашев публично озвучил свое отношение к так называемому делу МУГИСО, которое тянется уже 6 лет, и к его главному фигуранту, экс-министру по управлению госимуществом Алексею Пьянкову. Ему на днях силовики предъявили обвинение, а за день до того по Екатеринбургу прокатилась волна ночных обысков и задержаний чиновников министерства, в том числе и первого заместителя руководителя областного ведомства по управлению госимуществом Елены Николаевой. Я не буду тут гадать, с чем это может связано или не связано. Я одно лишь могу сказать, что я к Алексею Пьянкову отношусь так же, как и раньше относился. И уверен, что по истечении 6 лет, наконец-то, наши правоохранительные органы, я надеюсь, разберутся и поставят в этом вопросе точку. Неофициальные источники, реанимированное дело МУГИСО и задержание вице-министра Николаевой связывают с нарушениями при строительстве бизнес-центра Тургенев. Но это уже детали, которые, к тому же, Следственный комитет и компетентные органы официально комментировать не спешат. Областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила о том, что ей не нравятся действия силовиков. Ночные задержания 9 чиновников с ее точки зрения ничем не обоснованы, кроме попытки оказать психологическое давление на предполагаемых фигурантов резонансного дела, который долгие годы никак не может дойти до суда. Мне не очень нравится, во-первых, почему ночью задержали 9 человек ночью. Вот понимаете, эти люди не из тех, кто куда-то побежит, куда-то поедет, да нынче в наших временах никто и сильно никуда не уедет. Поэтому можно было спокойно предъявить ордер на обыск и спокойно работать с ними в любое другое время. А здесь не было оснований. Это значит, необходимо было психологическое давление. Второе. Дело идет более 6 лет. Давайте будем откровенны. Что-то, значит, не идет в этом деле. Значит, надо либо его завершать, либо принимать уже какие-то радикальные меры, передавать дело в суд.